Здравствуйте! Канал компании Viva Telecom И сегодня я расскажу вам о новой новинке, поступившей к нам на склад Это маршрутизатор от компании Necrotik RB1100 Модель Dude Edition Поставляется в стандартной коробке В комплекте Покажу вам сейчас Сам маршрутизатор Краткая инструкция Пользователя 2 кабеля питания 220 Уши крепления в стойку 19-ю 2 штуки Комплект крепления Сами болтики для крепления ушей в стойку И резиновые ножки То есть, может быть, мы его установите Где-то на столе Сам маршрутизатор И чтобы он не царапал Вашу поверхность гладкую Лакированную Либо не скользил Очень хорошо Что-то пригодятся Набор болтов дополнительных Как правильно я понимаю Это болты нужны Для того, чтобы Внутри самого корпуса Закрепить оборудование Которое можно устанавливать То есть, там есть Возможность для установки Двух SSD-шников Двух шостких дисков Ну и, соответственно Сами САТовские кабеля Две штуки Более конкретные Зачем вот это Так Новинка Недавно только Пришла к нам на склад Несколько штук приехало Одну мы сразу же Уже отдали нашему клиенту Он уже там провел Какие-то свои собственные тесты Говорит, понравилось Говорит, все отлично Все замечательно Ну, а мы от себя Расскажем Металлический корпус Такой довольно Интересный На задней стороне Есть Специальный Специальное место Под крепление кулера Хотя самого кулера Внутри нет Соответственно Все охлаждение Пассивное Он тихий Не будет не гудеть Не жужжать Ничего Так Слот Под установку MicroSD карты Отдельный Разъем Клемный От 24 до 57 вольт Клемная колодка Грубо говоря Тоже для питания Может использоваться И два разъема То есть у нас Два кабеля питания Нужны два разъема Только для того Чтобы Резервирование питания Обеспечить Если например По одной линии У вас Питание закончилось То есть Произошла авария Либо еще что то Он свободно Переключается На вторую линию Поэтому Глад кабеля Не нужны Так На лицевой стороне Если мы начнем смотреть Получается Слева направо Здесь С первого По пятый порт Это группа 1 Здесь даже подписано С шестого порта По десятый Группа 2 И три порта Которые Этаж Одиннадцатый Двенадцатый Тринадцатый Это третья группа Разделены Они так Почему То есть Производитель По пять портов Раскинул У каждого У каждой группы портов Своя собственная шина Которая идет на Процессор То есть Пропускная способность Вот этих пяти портов Два с половиной Гигабита Следующих портов Пяти тоже два с половиной И вот этих трех Тоже два с половиной То есть Общая пропускная способность Семь целых пять десятых Гигабитов Секунду Также здесь Есть сам Переключатель Байпаса То есть Переключение вот этих Двух портов В байпас Разъем RS-232 Консольный порт Для подключения Какого-либо совместимого Оборудования Ну и Соответственно Маленькая кнопочка Ресета Для сброса Для перезагрузки Устройства Более на лицевой Панели ничего нет Сверху Только вентиляционные Отверстия Для лучшего охлаждения Самого устройства Ну и В принципе все Процессор Внутри Стоит Четырехъядерный Каждое ядро По 1,4 ГГц Оперативной памяти 1 ГБ Стоит ПЗУ 128 ГБ И внутри Уже установлен SSD диск Один на 60 ГБ То есть Это сразу же Установлен такой Объем Под Дуд Сервер То есть Может быть там Хранение логов Сам сервер Будет работать Ну то есть Уже производитель сам Озаботился Таким количеством памяти Ну и соответственно Все порты 13 Они все гигабитные То есть Не забываем об этом Так Сам Сам Маршрутизатор В чем его плюс Несомненно То что он поддерживает IPsec шифрование Шестой уровень У него Лицензии Это то есть Значит без Ограничений Количество пользователей Подключается И внутри Есть Два Отдельных Разъема для подключения SATA Два Отдельных Разъема M2 Для подключения SSD Как раз диска Вот один из M2 Портов Как раз И подключен 6GB память Ну а теперь Посмотрим Что внутри данного Нашрутизатора Я немножко расскажу Здесь Внутри В центральной части Находится сам Большой кулер Охлаждающий То есть радиатор Для охлаждения Центрального Процессора SATA Разъемы Первый и второй То есть Сами крышки Закрывающие Плату SATA Подключаем Провод Подключаем Ваш жесткий диск Устанавливаем На место Вот эту Железную Пластину И крепим Болтиками В самом начале Ролика мы показывали И крепим болтиками К металлической Пластине Ваш жесткий диск То же самое Поступаем и со вторым Металлическая Пластина нужна Для того чтобы Жесткий диск На нем находился А SATA Разъемы Они свободные То есть Здесь находятся Ваши шлейфы Так Как я и говорил Здесь есть Два М вторых Разъема Порта Подключаются Они здесь Как видите здесь Небольшая платка Это есть 60 гигабайтная Память SSD Маленькая Небольшая Прижимается Винтом Также Нюанс Есть же у нас еще И платы Большого размера Большего размера Длинные Поэтому Выворачиваем этот болт И вкручиваем его здесь То есть у вас платка Уже стоит Во всю длину Стандартную И то же самое время Опять же поджата Болтиком Так Что еще можно обратить Внимание Здесь Да Давайте Вот таким образом Сделаем Посмотрим Пять Портов С первой Группы Пять Портов Со второй Группы И три порта Байпасные Ну то есть третья группа И если внимательно Посмотреть Все дорожки С первой группы Ведут Со второй группы И с третьей группы Они Все сливаются И потом приходят В один центральный процессор Вследствие этого И получается Что Группы Они разделены И каждая из них Имеет свою собственную Пропускную способность Блок питания Как вы заметили Здесь занимает Довольно таки Большую часть 24 вольтовый 0,6 ампера По амперажу Он не слишком мощный Но и в то же самое время Его с избытком Хватает для данной платы Так как два входа Резервное питание Один второй То и соответственно На плату приходит Два питания По скорости По продуктной способности Именно в реальных Условиях В рабочих Мы еще пока не успели Проверить данную модель Но я думаю Мы проверим Опробуем Что как работает Как покажет себя В работе И сможет ли он достойно Пропускать через себя Большой объем данных На данном Мы закончим видео Всего вам доброго До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...